всем привет мне машинка пишет что мы в эфире у нас что у нас у нас продолжение нашего разговора про язык программирования питом напоминаю что несмотря на овер популярность всевозможных курсов по питону я все еще продолжаю пребывать в возможно ложную уверенность что наш с вами встречи не не бессмысленны ибо моя идея в том чтобы изучать питон как язык программирования вот они как калькулятор или наоборот значит инструмент для как это решение произвольных задач не имея представление о программировании мы с вами имеем представление программе не знаем нет несколько языков вот поскольку как по предположению мы уже более-менее разбираемся языках программирования их знаем мы изрядную часть питона пробежали бегом и мы уже умеем и в циклы и в последовательности даже в списке мы умеем единственного что мы не формально не умеем это в функции и настала пора а формально научиться уметь функции прежде чем мы значит сегодня лекция даже будет довольно плотная потому что в прошлый раз я натупил вот примерно настолько и натупил все вот это я не успел рассказать в прошлый раз хотя это была тема прошлого нашего разговора вот так что прежде чем мы будем говорить про функции давайте я дотуплю вот и мы поговорим про про питончик точнее про после договорим про последовательности маленький маленький кусочек такой маленький кусочек синтаксического сахара такой кубический состоит в том что помимо помимо функции им но скажем не функция а операции in есть еще операцию not in вот причем это не квантер нот навешаны на in а это именно такая просто вот такой кусочек синтаксического сахара такая операция состоящий из двух элементов вот это то же самое разумеется что квантер нот навешанный на этот самый им вот просто кому-то пришло в голову возможно самому гвида что вот такая конструкция читается несколько более как это неохотно чем вот такая я обязан был был это сказать я думаю что в действительности это все тот же метод in мы кажется нет я это не проверяли но я думаю что это так просто от которого берется в конце отрицание что на самом деле эти записи вообще эквивалентны то есть вот совсем вот но синтаксически видите они как бы отличаются друг от друга это просто такая операция теперь что касается секционирования я точно помню что я забыл рассказать про умолчание в секциях вот что кстати было ваших домашних заданиях но тем не менее я обязан сказать все равно дело в том что дело в том что помимо явного указания вы можете например не указывать не указывать границ вообще и тогда в случае если шаг у вас положительный не указанная начальная граница это будет начало вашего о вашей последовательности а указанная граница будет соответственно концом если шаг отрицательный кстати да то наоборот вот да вы смотрите дык 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 вот значит ну вот соответственно это тоже мне кажется я забыл сказать про то что он вот это умолчание это такая важная штука но главное про что я забыл сказать это про вот это вот конструкцию напоминающую баян ну баян вы и выглядит вот так вот да а это так сказать вот так вот да а это так сказать но только одна клавиатура от баяна вот значит вот этот баян на самом деле это довольно интересная конструкция эта секция нашего исходной последовательности которая ей равна но которая разумеется ей не является да потому что потому что это два совершенно разных объекта напоминаю что id в питоне это так называемый идентификатор объект который в случае питона написано на си то бишь си пайтона это просто тупо адрес в памяти мы это уже даже проверяли до вас что это очень похоже на адрес в память попробуем еще раз просто убедимся что это это похоже на адрес в куче да совершенно справедливо именно так это собственно то что называется шеллу мелкая копия нашего исходного исходной последовательности в данном случае списка он же массив который абсолютно также работает если мы напишем а точку копия это такой метод вот мы с вами кажется видели или не видели я демонстрировал с помощью дизассемблера как проверяется полная эквивалентность конструкции нет нет похоже смотрите значит на самом деле на вопрос который часто задают является ли одно полным эквивалентом другого то есть синтаксическим сахаром для другого ответ на этот вопрос очень простой я его сейчас продемонстрирую хотят вообще не про наш с вами разговор но раз уже зашла речь дело в том что мы вас с вами наверное знаем что ну подчеркнул мы с вами знаем что питон будучи интерпретатором синтаксически разбирает код на питоне и превращает его в байт-код для своей стековой машины фактически один в один разумеется превращает то есть тут как бы соответствие абсолютно однозначно вот и мы можем посмотреть этот байт-код с помощью модуля дис который как бы дизассемблер только он естественно не в ассемблер превращает а именно в байт-код результат вот и давайте мы сейчас проверь приведем эксперимент который кстати сказать затрагивает сегодняшнюю тему функций что у нас там баян да а теперь давайте копия вот я вангую что это не синтаксический сахар что будут вызваны два совсем разных метода в первом случае секционирования во втором внутренний метод копия но давайте посмотрим так что делает стековая машина в питоне загружает имя а объект по имени а загружает константу ноун и ноун почему потому что вот эта конструкция это слайс состоящий из трех частей старт стоп степ старт у нас указан это а стоп и степ у нас не указан это ноун дальше она собственно вызывает билд слайс и дальше с этим слайсом она собственно вызывает сабскрайб то что мы с вами знаем байнари сабскрайб сабскрипт то что мы с вами знаем под именем даже не гитайте да потому что гитайте вон такой все что угодно может быть под именем секционирования но разумеется f2 у нас будет совершенно по-другому устроен это работает как стековая машина просто операции со стеком обратная польская запись это то что у вас получится когда вы будете манипулировать этим стек не более того то есть самой по себе записи нет это просто действие которое мы делаем вот у нас есть стек на который мы загружаем объекты вот у нас есть операции с этим стеком вот и вот у нас есть как бы то что происходит тут сокращенец наш как это постоянный слушатель спрашивает не уж то питон это стековая машина что-то не слишком много операций над стеком в ней торчит потому что питон полностью скрывает эту реализацию мы не имеем вот эта реализация не является семантика языка это только прагматика то есть вполне возможно что там через пару лет или через пару месяцев или через пару недель в питом в питоне 311 какая-нибудь из этих конструкций будет раскрываться по-другому никто не раз не вводит в стандарт то как будет устроен байт код соответственно насчет стековой машины это сейчас такая реализация мало ли что допустим был такой проект джайтон это питон написанный для виртуальной машины джам возможно там по-другому все было кто ж его знает ну то есть надо было посмотреть но он как-то не очень жив этот самый джайтон вот еще две темы и мы начнем про функции ну собственно с функциями как бы почти все мы уже уже видели вот на самом деле не все еще одна главная тема о которой я обязан был рассказать и не рассказал именно потому что мы все уже сварились а тема важная и это тот факт что связывание в питоне это только именование когда вы говорите а равно b b равно а естественно мы с вами об этом уже много раз говорили это два имени одного и того же объекта у них абсолютно один и тот же объект в памяти да прям одинаковый это мы все знаем участие в составной структуре данных в питоне это тоже связывание поэтому например если мы скажем c равняется а запятая а вот здесь хранится две ссылки на один и тот же объект если мы напишем что-то типа c ну скажем 1 1 равно ку-ку какая-то скобочка лишняя вот это вот видите да почему потому что в нашем списке c лежала два раза лежал список а ну то есть список с именем а ну скажем 1-2 я точно понятно да никакого копирования мы кладем туда объект этот один и тот же объект т.е. c0 из c1 именно поэтому нельзя сделать список списков ну скажем к квадратную матрицу вот таким способом Что-то типа 0 умножить на, ну скажем, 5, да, умножить на 5, ну на 6 Смотрите, какая красота Это же очень похоже на матрицу Давайте сейчас даже Даже вот мы ее выведем красиво Смотрите, какая красота Чем не матрица? Список списков У этого списка списков есть одна проблема Кто ее сейчас видит, прямо сейчас, невооруженным глазом? Да Если вы присвоите какому-то элементу одного из этих путей списков То есть, что вы присвоите везде? Потому что это один и тот же элемент, да Это вот этот список, тупо повторенный 6 раз Так не работает Да где он? Вы были правы Соответственно, если мы хотим все-таки по дешевке сконструировать наш список списков Конечно Почему у нас не есть вообще а-заминусы на руку от 3-го 11-го лета? Уже от 1-го 7, а, ну, 0-й, 4-й, 5 раз Нет, это не, смотрите, нет Что вот, что означает вот такая конструкция? Тут люди спрашивают, а почему тут все было, не оказалось один и тот же объект? Да? Что означает вот такая конструкция? 10 констант 0 Мы же не можем изменить константу 0 Вот если бы мы сейчас в голове питона вместо числа 0 подложили какое-нибудь число 100-500 То все 0 у нас бы заменились на 100-500, да Понимаете? Если я говорю А первое Мне показывают Там сейчас ссылка на 0 лежит Если говорю А первое равняется 1, 2, 3 А теперь здесь вот, во-первых, будет лежать ссылка на 1, 2, 3 0 в сколько? Это 0 это число, а не как в 6? Нет 0 это такой объект Да? Вот здесь вот список, это такой объект Это один и тот же объект Мы модифицируем этот объект Список это модифицируемый объект Мы модифицируем этот объект И он модифицируется, естественно Ну, мы модифицировали этот объект он везде изменился. Мы не можем модифицировать ноль. Если бы мы могли это сделать, то произошло бы то же самое. Именно поэтому удобно использовать в случае, когда вы хотите вот такие матрицы использовать и не хотите их портить, использовать тюпли, а не списки. Вот. Возвращаясь к этой конструкции, как ее превратить в нормальную матрицу? Ну, с помощью списковой сборки, конечно. Скобку забыл закрыть. Вот. Вроде бы вся та же самая история, но нет. Нет. Он же один раз вычислится. И потом умножится на 6. Вот. Ну вот. А вот списковая сборка работает вполне. Все. Долги за прошлый раз отданы. И мы даже немножко посмотрели. Да. Значит, есть еще специальный метод дипкопии, специальный модуль дипкопии, который надо проимпортить. Вызвать оттуда функцию дипкопии. Давайте на нее посмотрим. Да? Вот. Которая вам рекурсивно обойдет любой итерируемый объект. Если его элементами являются итерируемые объекты, он их тоже рекурсивно обойдет и так до тех пор, пока они являются итерируемыми. И вот из этого всего построят вам глубокую копию вашего объекта. Да. То есть то, что поддерживает протокол итерации. Вот. А мы с вами все-таки переходим к новой теме, которая называется функции. Про функцию мы уже немножко поняли. Вот это место мы уже поняли про функцию. Вот. Что еще стоит напомнить? Что есть понятие задание функции, вызов функции. Да? Вот это задание функции. Это задание функции. Ой, не это. Вот это задание функции. А вот это вызов функции. Ничего в этом худого нету. При вызове функции у нас вычисляются некоторые выражения. Ну, в общем, как бы, что уж тут, что уж тут. Сейчас. Ну, не qr, а r. Ну, неважно. Вы меня поняли. Что уж тут такого. Что уж тут такого удивительного. Немножко удивительно. Да, значит, опять же, чисто про терминологию. Вот эта штука называется формальными параметрами функции. А вот эта штука называется фактическими параметрами функции. Формальные параметры – это то, как мы их называем и описываем в задании функции. Фактические параметры – это то, что мы передаем функции при вызове. Всего лишь терминологии. Отдельной фишкой питона является, как мы помним, duck typing – строгая динамическая типизация. Вот. Которая в данном случае приводит к тому, что наша функция f будет работать для всех типов объектов, для которых определены операции умножения и сложения. Мы с вами помним, что эти операции – это всего лишь синтаксический сахар для соответствующего протокола. Протокол умножения, протокол сложения. То есть наличие методов и некоторой дополнительной хитрости правого-левого сложения вот этого всего. Значит, то есть, f тоже будет работать. Или там, не знаю. Короче, от всего, что может умножаться и складываться. От любой последовательности, например. А у нас? То есть это ошибки, если вдруг подойдут какие-то неправильные… Смотрите, да. Сейчас мы про это поговорим. Спасибо, да. Насчет ошибки. Если мы попытаемся вызвать нашу функцию, передав ей параметры, которые потом нельзя будет вычислить, произойдет ошибка. Но когда? Да. Ошибка произойдет не в момент вызова функции. У нас имена, параметры нетипизированы. Если там есть отдельная тема про аннотацию, но это будет в конце семестр. Ошибка возникнет в рантайме при попытке вычислить это выражение. Видите? Вот вы дошли до этого места, где у вас строка складывается с числом. Причем, она сначала умножилась на 2, поскольку строку можно умножить на 2. Или нет, число умножилось на 2. А вот при попытке сложить это число вот с этой строкой, выполнить операцию плюс, только в этом случае возникает рантайм ошибка. Большинство ошибок, которые вы встречаете в интерпретаторах, происходит в рантайме. И это их главный недостаток. Пока не запустишь, не узнаешь. Синтаксически все более-менее норм. Вы, конечно, можете написать что-нибудь, ну, совсем забугорное, да, вот так вот. Вот сейчас меня обругают, о, видите, Патри Пайтон даже не хочет вызывать питон. Он говорит, ну, вот тут плохо видно, но он говорит, это такая синтаксическая, это лексическая, считай, ошибка. Я это распарсить не могу. Как сейчас модно говорить, не распарсил. Ну, вот не распарсил. Вот. А все остальное, это все уже ошибки рантайма. Да, это все уже ошибки рантайма. Да, то есть отсутствие имен, например, в неймспейсе, это тоже ошибка рантайма. И может быть, а может и не быть, скажем, глобальная. Вот. А все можно, вот, вот же это исключение, конечно, все можно отловить, обработка исключения. Но, смотрите, это зависит от того, чего вы хотите, да. Мы с вами, когда будем говорить про исключение, мы будем отдельно замечать, что исключение – это не способ замазать ошибку. Это не способ сделать так, чтобы ваша программа не выдавала ошибки. Исключение – это способ нелинейно передать управление вычислительным потоком. И больше ничего. Вот моя программа почти работает, только в некоторых случаях падает. Сейчас я это замажу, обработка исключения, она падать не будет. Это очень плохой подход. Ну, как бы, ну вот, это то, чего делать нельзя. Вот. Исключение. Из этого правила, конечно, есть исключение. Вы написали программу с исходным кодом в несколько десятков мегабайтов, и в некоторых случаях она действительно падает, отлаживать некому, потому что до вас писало еще тысяча человек. Ну что, обмазывайте. Как это? Уровень протухания кода этой программы уже высокий. Это было лилитическое отступление, а мы продолжаем про функции. Важная часть работы с функциями состоит в том, что когда вы входите внутрь функции, там создается свое собственное пространство имен. Это довольно важная штука. Сейчас я его покажу. Есть такой хороший инструмент. Вдруг он тут есть. Да, вот он. Значит, есть такой инструмент, называется Python Tutor, кстати, совершенно свободный. Сейчас мы это не будем рисовать. А, нет. Совершенно свободный движок на питоне. Вы можете его просто тупо поставить и запустить на своей машине. А занимается он в следующем. Давайте мы определим функцию. Ну, мое любимое а умножить на 2 плюс b. Return c. И давайте ее вызовем. f от 1, 2, 3, 4, 2, 3 умножить на 8. Ну, print. Давайте вызовем ее 2 раза, что ли, ради интереса. Вот. Без разницы. Вот. Значит, смотрите. Инструмент это довольно просто работает. Он сначала запускает программу, проходит ее пошагово, определяет количество шагов, а дальше начинает их вам показывать. Вот мы задали функцию f. У нас случилось определение функции. В пространстве имен появилось имя f, которое ссылается, собственно, на функцию f от a, b. Вот мы сейчас ее будем вызывать. Вот мы вызвали функцию f. Да. А шаг это одна строчка программы? Нет. Шаг это одна строчка программы. Ну, в данном случае это так. Вот мы вызвали функцию f. Появилось новое пространство имен. Это пространство имен этого данного вызова функции f. Называется контекст вызова. В котором у нас уже есть два локальных имени a и b. Обратите внимание, давайте мы сейчас эту самую ситуацию немножко изменим, чтобы вас запутать сильнее. Да. О. Да. Значит, давайте чуть-чуть, чуть-чуть, как это, позапутаннее. Вот смотрите. Глобальное пространство имен, у нас есть имя a и имя c. А еще есть имя f, потому что мы только что создали такой объект функции. Теперь мы вызвали f, и у нее внутри есть свои a и b. Это одно a, это совсем другое b, a. Обратите внимание также на то, что поскольку у нас питончик и все связывание, передача параметров идет по соиспользованию, то есть по связыванию одних и тех же объектов. Один и тот же объект int500 у нас в глобальном пространстве имен называется c, а в локальном называется c. Ну, дальше что мы делаем? Сейчас мы вычислим свой собственный c, обратите внимание, да. Вот мы его сейчас вычислим, вычислили. Дальше мы сформируем возвращаемое значение. Это единственный объект, return value, который переживет вызов, вернее возврат из контекста вызова f. К тому моменту, когда мы выйдем из этого контекста, все имена здесь будут уничтожены, разумеется. И если ревкаунт на соответствующий объект тоже станет равен нулю, эти объекты тоже будут уничтожены. Я вангую, что будет уничтожен объект, равный 800. Потому что на него есть только один референс, и это локальная переменная b, и эту переменную мы сейчас уберем. Что сохранилось? Сохранились, разумеется, все глобальные объекты. Куда они делись? Они как были в global namespace, так и остались. И на тот момент, когда мы вызывали нашу функцию, сохранилось возвращаемое значение. Оно передалось принту, принт вывел его. А у нас возвращаемое значение всегда новое объект? Или, например, если мы напишем, притер, а оно вернет новое имя? Нет, имя никто не возвращает. Возвращаются только объекты. Насколько он новый, ну как? Что такое новый объект? Чем он от старого отличается? Ну, в смысле, тем, что его не было в памяти до этого. Возможно, его не было в памяти до этого. Может, и был. Зависит от того, на что ссылается то, что вы вычислили. Я вполне могу написать вот здесь вот. Ну, тут, правда, A и C у нас. Да, я вполне могу написать сюда глобальную переменную какую-нибудь, там, не знаю, E. Да? И возвращать тут E. Пожалуйста. Это новый объект или старый? Видимо, старый. Я не вижу разницы. Вопрос в том, куда ссылается ваше имя. Ну, не ваше, естественно, а переменной имя. Ну, собственно, мне кажется, мне кажется, тут больше-то и говорить не о чем. Давайте сейчас в начало. Идея стоит в чем? Вот мы вызвали первый раз эту функцию, вот мы из нее вышли. Вывели это самое 1800. Вот мы второй раз вызвали функцию. Создался новый контекст. Да? Опять в нем сначала есть только имена A и B. Вот они же локальные переменные. Сейчас появилась C. Вот это B будет уничтожено. Вернее, имя B, имя A и имя C из этого, вместе с контекстом, будет уничтожено. И поскольку у этого объекта только одна ссылка, он тоже будет уничтожен. Вот. А вот этот объект передастся функции print и она его тоже выведет. Вот, собственно, вот. Значит, соответствующие списки, точнее словарину, про словари мы еще ничего не знаем, объектов, доступны с помощью функции globals. Воу, как тут всего много. А, это потому что Peter Python. Давайте мы сейчас обычный питончик запустим. Он попроще будет. Вот. Боже мой, а это что? Откуда это? Ну, ладно. Как бы, чем больше питон, тем больше странных имен мы видим в списке globals по умолчанию. Ну, ладно. Пускай будет так. Заметьте, что они все начинаются на два подчеркивания. То есть они, в общем, не так интересны, как кажется. Хотя, вот, built-ins это интересная штука. Я не знаю, показываю или нет. Но, смотрите. Видите, да? Дир нам показывает, собственно, те же самые globals, только без их значений. Это словарик, а это список. Вот. Так вот, в built-ins хранятся все те имена, которые нам по умолчанию доступны. Вот видите, нам доступна функция bing. Где она лежит? Она лежит вот здесь. Я помню, что я это говорил, но... Только два подчеркивания, да? Да. Ну, он не табается почему-то. built-ins, да. Ну, вот. Этот bing где-то тут вот на букву b лежит вот он. Ну, вот. Да. Так вот, globals нам показывает глобальный namespace всегда. Locals показывает текущий. В данном случае он ничем не отличается от globals, понятно из-за. Вот. Но. Так. c равняется a плюс b. Print. Ну, допустим, dir. Что там еще? Print. Locals. Ну, и print. Globalls. Да куча. Значит, смотрите. Как ни трудно было ожидать, dir и locals у нас показывают одно и то же. Они показывают текущий namespace. А globals показывает глобальный. Собственно, и все. Я почему на эти функции так активно обращаю внимание. Особенно мне, конечно, нравятся locals и globals. Потому что, видите, вот эту конструкцию. Это так называемый словарик. Про словарики мы будем говорить ровно в следующий раз, если мне не изменяет память. И это прям словарик имен и их значений прямо в namespace и с ним работать может. Я еще раз надеюсь, что показывают. Пространство имен. Локальное. Текущее. То же самое, что и locals, как видите. Просто здесь у нас список имен, а здесь у нас словарик имя и двоеточие значения. Я ответил на вопрос? Наверное. Тогда задайте его по-другому, потому что формально я на него ответил. То есть, верим, просто показать переменные, а окол. Да. Ну, слово переменные мне не нравится, потому что мало ли что там эти имена, как бы на что они ссылаются, там могут быть и функции, и что угодно. Да. Он показывает имена. Да. Вот, если мы практически, ну, не практически, если мы, короче, передадим в функцию какую-нибудь последовательность изменения, то такая, когда мы ее будем менять в функции по, ну, как бы. Ну, разумеется, там просто новые имена заведутся. Объект будет тот же самый. Никто за вас копирование объектов производить не будет. Хотите, чтобы он не менялся, сами копируйте. Передача параметров в Python происходит по соиспользованию. Это такая же передача параметров, как, скажем, Java. Еще там где-то я забыл. Мы просто передаем, мы передаем, как это, мы связываем тот же самый объект другими неймспейсами. Например, именами или, например, участием в соответствующем, соответствующем, соответствующей конструкции составного выражения, составного объекта. Так, скобочки не хватает. Приделать, что ли, скобочку? Пока я тут с вами, а то забуду же. Про переменные. Функция – это вообще такой объект. Мы с вами уже об этом говорили, да? Например, мы можем написать вот так вот, и вполне себе у нас будет два объекта с одним и тем же именем, и они будут являться функциями. Более того, видите, он даже, питон даже помнит, что в девичестве эта функция называлась F. До замужества. А, потому что Q. Пожалуйста, вот она вызвалась. То есть, как бы, никаких дополнительных различий между объектами и объектами в питоне нету. Любые объекты в питоне являются объектами. Амад. Что это означает? Это, в первую очередь, означает, что вы можете передавать функцию как объект. Почему нет? Ну так, да. А функция всегда true? Что такое функция всегда true? Ну так, допустим, мы передаем… Нет, что возвращает, то и возвращает. Нет, нет. В смысле там. А, сам объект. Да, 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 да. Да, я думаю, что пустых функций не бывает. Да. То есть, я… Ну, то есть, давайте попробуем, но я уверен, что любая функция не является пустой. Вот, куда уж пустее, да? Но нет. Да. Так вот, напишем функцию. Давайте я вернусь в tpy, но он слегка удобнее. Напишем функцию. Так называемый функционал. Что я сделал неправильно? Что это такое? А, нет, это плохая штука. Да, давайте сделаем по-другому. x. Вот. Вот. Вот это хорошая штука. Это, правда, нифига не функционал, потому что он нам возвращает не функцию, а значение. Но тоже, в общем, ничего. Да? Что у нас… Что это такое? Вот мы можем сказать ff от, допустим, hex, len. Сейчас, len или… Кто? f1 от… f2 от x, наоборот. len, hex. Hex… Hex… 11. Чего это 11? Ну, как чего? Мы перевели вот это число в 16-ричный вид, а потом вычислили его длину этой самой строки. Да? Это, собственно, len. len… Ну, сначала hex от вот этой фигни, потом len от hex от этой фигни. Ну, собственно, вот. Что здесь произошло? Мы взяли и передали нашей функции три объекта. Два из них, первые, оказались функциями. Вот. И это, к счастью, потому что мы их вызвали там внутри. Если бы мы взяли вот так вот, ну, естественно, ничего хорошего не произошло. Почему? Ну, потому что при попытке вызвать функцию, вызвать объект… Собственно, что такое вызов объекта? Вы думаете, вот эти в круглой скобочке что-то такое синтаксически значат? Да ничего подобного. Если у объекта есть метод call, то он callable. А если у него нет метода call, то он не callable, да. А вот метод call, он есть только у функций? Он есть у всех callable объектов, у функций в частности. Он есть у методов, у классов. У всего, у чего есть метод call, есть метод call. То есть, если у вас у класса есть метод call, то сам этот класс, а также сделанный из него объект, можно вызвать, то есть, пририсовать к нему круглые скобочки. Что этот call при этом сделает? Апцию. Да? Соответственно… Вот, пожалуйста. Да? Да, да, с любым, конечно. Да. Да, конечно. Вот ровно так, как тут написано, только не в строчку. Ну, то есть, я это с самого начала опустил, возможно, я это еще вспомню, когда мы будем говорить про числа, не помню, когда мы будем говорить про числа, точнее про… ух ты, тут вопросы уже идут. Так, человек просит, чтобы я разжевал понятие параметры функции, не буду это делать в лекциях для программистов, простите. Вот. Попробуйте посмотреть лекции для начинающих прошлого года, там я довольно много говорил про параметры функции, вот. Часть выхлопа лектором закрыто пишут. Это вот эта часть выхлопа, она никому не нужна. Тут просто вот моя голова в скринкасте, вот в этом месте находится моя голова. Вот насчет модуля не знаю, тут сокращенец немедленно спрашивает, а если к модулю прикрутить call, можно ли будет прям модуль по имени вызывать? Надо проверить. Если вы не забудете, спросите это, когда мы будем говорить про модули. Сейчас точно не время, у нас много еще впереди интересного. Вот. А вот когда мы будем говорить про модули, мысль интересная. Если в модуль положить call, можно ли его вызвать? Вот. В любом случае, мы всегда можем проверить, callable наш объект или нет. И если наш объект call был, кем бы он ни был, к нему можно переписать в круглые скобочки и вызвать его. И он вызовется, потому что вызовется метод call от него. Да. Значит, типичный пример, когда действительно нужно передавать функцию как объект. Это, например, функция sorted. Смотрите. Давайте уж тогда... Что? А, choice. Мне choice нужен. Мне нужен sample. Вот. Тоже такая новая тема, которую мы потом потрогаем. Но раз уж под руку попалось, опять же, вам какие-то, может быть, тесты захочется писать рандом. Вот. Вот вам, пожалуйста, значит, ну, некоторый список. Мы можем его отсортировать. Результатом сортировки используется TeamSort, если кому интересно. Вот. Результатом сортировки, точнее, там даже хитрее, там для больших размеров TeamSort, а для очень маленьких, что-то другое, типа пузыря или что-то, ну, какая-то вот такая, да, для совсем маленьких размеров. Вот. Обратите внимание, что сортировка происходит по взрастанию, все как бы, как у людей. Да. Этим можно пользоваться. Это хороший годный метод сортировки. Вот. Достаточно, чтобы для ваших объектов были определены операции сравнения. Очень смешной, очень смешной вопрос в чатике. В некоторых задачах необходимо считывать произвольное число строк со стандартного ввода. Как это лучше сделать? Ну, видимо, считать произвольное число строк со стандартного ввода. Обычно все-таки в задачах указывается, что ввод чем-то заканчивается или сколько строк в нем. Да? Например, если сказано, вводится квадратная матрица построчно, то вводите первую строчку, считаете количество элементов в ней и получаете сколько в ней еще и строк. Если сказано, что вводится целое число окончания пустая строка, значит в конце пустая строка. В задачах не бывает вводится произвольное число строк, а потом. Единственное, что может быть, что эти произвольные строки лежат в файла и тогда у вас в конце приедет конец файла. Такие задачи у нас пока что не присутствуют в Еджадже. Мы про конец файла поговорим где-то ближе к концу семестра, когда у нас вообще будет разговор про файлы. Там с питоном тоже все интересно. Но мы возвращаемся к нашему сорту. Ну так вот, давайте посмотрим, чем так хорош сорт. Он хорош тем, что у него есть два дополнительных параметра. Вот на это лучше не смотреть, мы про это поговорим, когда мы второй раз будем заезжать на функции. Мы про функции будем еще второй раз говорить. У меня есть еще два необязательных параметра key и reverse. Причем они строго именные. То есть это не третий и четвертый параметры, а это именно параметры вида key равно что-то и reverse равно что-то. Ну, с reverse понятно. С reverse все понятно. Что такое параметр key? Параметр key это функция, которая вычислит вам некоторый ключ. И сортировка будет происходить по этому ключу. Давайте проверим. Ну, скажем, def key от a, ну, не знаю, return a%5. Остаток отделения на 5. Давайте попробуем отсортировать нашу последовательность. с ключом, который является остатком отделения на 5. Глядите. Остаток 0, остаток 1, остаток 2, остаток 4. То есть, наша процедура сортировки будет сравнивать у себя там внутри не сами элементы, возможно, эти элементы даже и не сравнимы, для них не определена операция сравнения. Да, а некоторые сравнимые ключи, вот. Я тут перевожу книжку по эффективности программирования, по, как бы так сказать, по теории, по вычислительной сложности программирования с примерами на Python. Автор в этой книжке приводит другой вариант функции sorted, который, кажется, уже задеприкечен. Вот. Вот. Раньше он был, а сейчас его нет. Вместо параметра key здесь передавался так называемый компаратор, функция сравнения. Раньше было так. Знаете, какая главная разница между указанием ключа, который потом будет сравниваться на больше-меньше, и указанием компаратора, который сам будет сравнивать и возвращать true-false? Главная разница. В случае, если вы используете ключ, который умеет сравниваться с другим ключом на больше-меньше, ваш алгоритм сортировки гарантированно является алгоритмом сортировки. В случае, если используете произвольную функцию компаратора, которую возвращают true или false, ваш алгоритм сортировки A может не являться алгоритмом сортировки, B может не являться алгоритмом, потому что зависнет. Типичный пример. Вместо компаратора используем функцию сравнению, используемую в игре камень-ножниц-бумага. Камень больше ножниц, ножницы больше бумаги, бумага больше камня. А потом с этим волшебным веществом пытаемся отсортировать массив из камней, ножниц и бумаги. И ждем. Возможно, ждем довольно долго. А возможно, нет. Возможно, это будет конечный алгоритм. Только то, что он нам вернет, нас не то чтобы неприятно, но неожиданно удивит. Поэтому было принято решение выбросить компаратор к чертям, вместо него использовать вычисляемый ключ, а ключи сравнивать на больше-меньше. Больше-меньше это все-таки нормальная транзитивная операция. Еще одна фишка питона, такая она, в общем, коробушная эта фишка, но злоупотреблять ей направо-налево не стоит, это лямбда функция. А лямбда функция это ситуация, когда вам нужно по-быстрому на колени собрать функцию, которая просто что-то вычисляет, какое-нибудь выражение, и по-быстрому ее куда-нибудь передать. Вот, то есть фактически вы можете написать вместо вот такой штуки, вот такую штуку, лямбда, лямбда и x, x проценты, сколько там, 5, да? Зачем нужны лямбда функции? Чтобы не плодить лишних объектов в пространстве имен, особенно когда вы это делаете, ну, когда вы их плодите в цикле, условно говоря, когда эти объекты вычислимые, да? Вот представьте себе, что у вас здесь цикл, и вот здесь вот не процент 5, процент и. Каждый такой, каждый такой исчислитель ключа, который остаток на 1, остаток на 2, остаток на 3, на 4, каждый такой исчислитель ключа пришлось бы как-то назвать. Зачем? Ну, кстати. Зачем далеко ходить? Это мое любимое слово вместо slow print, slow painter, не знаю, откуда я его взял. Что там? И. А. Я тормоз. И, собственно, R. О. Вот такая красивая картинка. Что? А. И он, если он будет. Вот отсюда. А. Ну вот. Что сортировать, а потом как? Ну, смотрите, это не как, да? Это необязательный параметр, именной параметр key, который определяет функцию, который вычисляет ключ. И сортироваться будут исходные, исходная последовательность, но сравниваться будут ключи. Сортировка под ключу. Ну, мы это проходили на первом курсе, да? Можно сказать второй ключ. Какой второй? А, второй ключ? Да. Нет. А что такое второй ключ в вашем понимании? Если ключи равны, то первое, то взять второй, то это можно? Нет, такой штуки нету, но вы, я думаю, можете саму функцию key написать так, что там будет два значения. Почему нет? Помните, как у нас сравниваются последовательности лексикографически? Пускай ваша функция key возвращает, смотрите, ну, не знаю, там, и плюс один. Вот вам второй ключ, нет? Ваша функция key будет возвращать два значения, да? И при равенстве вот этих она будет сравниваться, ну, будут вот эти тюпли сравниваться, короче. Не вижу проблем. Наличие лямбда-функций, а также модуля iter-tools и functools, а также списковых сборок, позволяет на питоне писать, как на лиспе, то есть все в одну строчку. Не делайте так. Писать на питоне, как на лиспе, все в одну строчку можно, читать это нельзя. Особенно не показывайте такое преподаватель. У них может, как это, подгореть. Но, тем не менее, да, наличие функциональных элементов в языке программирования провоцирует написание все в одну строчку. Лямбда, повторяю, нужна ровно для того, чтобы по-быстрому, да, обратите внимание, в лямбде здесь выражение, у нас нету операторов внутри лямбды. Это специально так сделано, чтобы вы не злоупотребляли этим. Вот. Только арифметические, ну, там, какие-то выражения. Выражение можно, операторы нельзя. Но туда можно засунуть списковую сборку, ну, и начинается. Вот. Ну, или не начинается, если вы не начнете. Да. Существует ли способ, узнать, какие параметры есть у функции негугля? Ну, как бы, сел. Скажите ему, чтобы так не делал больше, ладно? Спасибо. Вот. Да, это вопрос в чатике. Какие бывают... Ну, у нормальных функций есть help, мы про это поговорим, кстати. Самодокументирование. Спасибо человеку, который задал этот вопрос в чатике, потому что это то, чего я забыл вписать в план. А это очень важная вещь. Так, ну, мы продолжаем про функции. Если вам кажется, что функция это простая штука, и в любых языках программирования они выглядят примерно одинаково, вот вам начинаются вещи, которые вы не везде увидите. Вещь первая. Функции с переменным количеством параметров. В действительности, внутри стековой машины, той самой, которую мы сегодня дизассемблер видели, ну, дизпитонер, не знаю, как это назвать, параметры фактически вычисляются, собираются в кортеж, и этот кортеж проезжает к вашей функции. Она, эта функция, в соответствии с описанием, распаковывает этот кортеж и раскладывает его по именам. То есть вот, ну, это попроще что-нибудь. Вот такая вот функция. Ей приезжает при вызове кортеж из двух объектов, этот кортеж распаковывается, и эти объекты связываются именами АИБ. Слово. Громче. Какой смысл так делать? Будет это быстрее всего. Почему нельзя что? Ну, сразу связать вот эти имена. С чем? С начальниками. Которые где лежат? Ну, есть же объекты, которые... Да, они есть в памяти. У нас есть сто пятьсот миллионов объектов. Из них два передаются функции. Как они передаются? В виде кортежа. Нет, их можно было бы, наверное, по очереди, по штуке положить на стэк в этой стэковой машине, но тогда туда же надо было бы положить еще и количество параметров. И это было бы даже, ну, в общем, как-то чуть дольше, чем просто сформировать кортеж, передать этот кортеж. Или примерно так же. Ну, то есть, по сути, это одно и то же. Да, 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 да. То есть, там это какие-то совершенно незначительные... Вот если вас волнует производительность, какие-то незначительные потери производительности, а в плане удобства это очень удобно. Знаете почему? Потому что мы можем эксплуатировать тот факт, тот факт, что... Ну, давай, показывай же. Ну, хорошо. Да, елки-моталки. Он, похоже, забыл о том, что было такое описание, потому что я нажал Ctrl-C. Умный какой. Вот. Мы можем эксплуатировать тот факт, что передается кортеж. кортеж. Вот. Передавай кортеж. Смотрите. Можем сделать так, а можем сделать и вот так вот. Звездочка S. Что при этом происходит? Мы показываем функции кортеж. Он говорит, окей, это кортеж. Из него формируется кортеж. Передается вот сюда. Здесь он распаковывается. Да. Будет ошибка. Распаковка. Более того, здесь может стоять, смотрите, здесь может стоять, вообще говоря, сколько угодно, сколько угодно, какая угодно последовательность. Мы можем писать вот так вот. только звездочку поставить. Упс. Что здесь произошло? Мы сказали, при вызове функции, сказали так, вот последовательность, преврати ее в кортеж. Он распаковал последовательность, превратил ее в кортеж. Этот кортеж приехал в функцию f. Функция назвала эти три значения a, b, c, все хорошо. Да. А при определении функции мы ее можем? Можем. Можем. То есть это полноценная распаковка? Да. Да. Смотрите, мы можем сделать наоборот. Мы можем определить функцию от произвольного количества параметров. Или даже не так, от одного и больше параметров, чтобы сразу вас запутать. ну, это была звездочка, естественно. Вот такая функция будет принимать один или больше параметров. У-у-у, красота. Вот. Что? А, f, f, потому что. О. Это ровно он. Смотрите. Первый параметр мы задали явно, второй параметр приехал в виде кортежа. Да бога ради. Мы его, так сказать, недораспаковали. Эту функцию можно, ну, там, только звездочку забыл. Вот. Единственное, что, да, значит, эту функцию можно вызывать от одного параметра. Единственное, что нельзя сделать, это без параметров, потому что один параметр у нее все-таки обязательный. Вот этот. Соответственно, если хотите, чтобы можно было любое число, ну, не используйте обязательно параметры, пишите просто звездочка, список и все. Это будет не список, а кортеж уже, как мы говорили. Вот. То есть запаковка параметров при вызове, распаковка параметров при выполнении, и там, и там можно ставить звездочку и использовать вот эти конструкции для того, чтобы... Да. Так. Самодокументирование. То, что я вставил. Интересно, успею ли я все рассказать, но если что-то не успею, придется в следующий раз продолжить. Самодокументирование. Это вот что. Смотрите, я уже на лекции много раз пользовался вот такими штуками, как просмотр помощи по функциям. И там что-то разумное написано. Да? А что будет, если я скажу help от ff? Ничего там разумного не написано. Почему? Потому что мы ничего разумного не написали. Давайте напишем. Чтобы написать help к функции, достаточно засунуть в нее строку, которая ничем не будет связана. Синтаксис описания функции устроен так, что если питон видит несвязанную строку, эта строка считается документацией к функции. давайте даже не так сделаем. Help от ff. А, нет, так не годится. А вот ff.help А вот так, я думаю, работает. Нету. Док она, а не help, конечно. Во! Вот он. Сам факт, что при задании функции у вас внутри встречается не связанная ничем строка, делает эту строку с такой документацией. В любом месте это время? Не знаю. Давайте проверим насчет любого места. Нет, не в любом. Только в начале. Вот. Зато он может быть многострочным. То есть в этот момент называется какой-то метод, который... Нет, это происходит раньше. Это происходит на этапе синтаксического анализа. Вот. Потому что... Потому что к тому моменту, когда функция определена, мы уже знаем ее help. Да? Видите разницу? Мы ее только определили, а поле бла-бла, док, бла-бла уже заполнено. То есть это не часть исполнения функции, это часть ее синтаксического анализа. Точнее, это часть исполнения оператора дев. Вот. Я еще не прибил это гвоздиками к Еджаджу, но голубая мечта, конечно, прибить. А, у нас в следующем семестре это будет. Не буду это в этом семестре прибивать к Еджаджу. Расслабьтесь. В следующем семестре у нас будет написание небольшого проектика на питоне. И там будет четкое требование, что все функции должны быть документированы. Вот таким вот образом. Ават. Хорошо. Опять-таки, мне кажется, что никому из здесь присутствующих после, значит, не только первого семестра, но и вообще двух лет общения с этим вашими языками программирования не нужно особенно сильно рассказывать про то, что такое рекурсия в императивных языках программирования. Рекурсия в императивных языках программирования это тупейшая вещь. Сейчас я вам ее просто тупо покажу и не буду даже особо распространяться. Так. Тут должна быть кнопочка под названием «Покажите меня». А, тут этой кнопочки нету, но значит мы сами напишем. Что нам стоит? Пишем функцию. от n, которая if n меньше 1 return n, ну скажем, умножить на 2, else return f от n пополам. Да, она анафун. Анафун. Ну пускай будет f. Print f от ну не знаю там раз, два, три. Что это было? Вернись, я все прощу. Поехали. Дэдэч, много. А что так много? Лон! Давайте поменьше сделаем. Это будет вложенность 128.5. Давайте скажем 20. 20. Как полагается, после описания функции она возникает в пространстве имен. Как полагается, после входа в функцию создается ее контекст. Сейчас мы возьмем и войдем в еще одну функцию. Вот один контекст, вот другой. У нас уже n равно 10, здесь оно равно 5. Вот. И еще сейчас вызовем, видимо. Да? Вот еще 0. И вот теперь сейчас будем это было время разбрасывать камни. Вот они, разбросанные камни. Сейчас пойдет время собирать камни. Мы будем вот это вот самое да. Оно оказалось 0. Умножить на 2 0. Я сильно подозреваю, что результатом будет 0, знаете. Ага. Все. Результат 0. В чем смысл этой бессмысленной демонстрации? Исключительно, смысл исключительно в том, что в императивных языках программирования рекурсия это просто вызов какой-то функции, например, себя самой. Понятие рекурсия для вас, как для программиста, алгоритмическое, это хорошая идея. С точки зрения обычного питона это просто вызов функции. С этим связаны 2 важных вопроса. Первое. Это хвостовой вызов так называемый tail call. Сейчас tail он называется TCO. Tail call optimization. Против которого Гвида тысячу лет назад, это какой был год тысячу лет назад? 2009, да? Да, он тут написан. Вот. Активно протестовал со словами ребята, вы неизвестно, что оптимизируете? Как вы будете отличать вот этот ваш хвостовой вызов чего-то? Является ли он рекурсивным или нет? Не говоря уже о том, что у вас теперь от порядка, даже не порядка, а от какой-то вот заранее интерпретации того, что вы написали в вашей функции, будет зависеть свойство работы. В чем идея TCO? В чем идея tail call? Вот в этом конструкте не вызывать, не создавать новый namespace, а работать со старым namespace. Мы ничего не портим, смотрите. Был бы это не Python, необходимости в порождении вот этих новых контекстов вызова не было. Мы можем делать все в одном контексте, все равно у нас вот эти n больше никогда не используются. Совсем. короче говоря, Гвида сказал не делайте так, там где-то даже есть ссылка на то, как это можно сделать, сымитировать в питоне этот самый хвостовой вызов, но превращать семантику языка в штуку абсолютно не распарсивая ему с первого взгляда. Я не хочу, сказал Гвида, и никакого хвостовой рекурсии в питоне нет. И второе следствие это максимальная глубина рекурсии. Поскольку, как мы с вами видели, рекурсивный вызов для питона это достаточно сложная штука, это создание целого контекста, это образование в нем имен, это уничтожение контекста после выхода из вызова, то никакой оптимизации вообще Гвида очень не любит оптимизировать там, где это портит понимание того, как все работает. Так вот, поскольку это довольно тяжелая штука, не надо использовать рекурсию вместо цикла. Если вы открыли книжку, а там написано что-нибудь такое дев факториал от n return if ну там return 1 if n меньше 2 or факториал от n-1 else не or если вы увидели вот такое в книжке, как правило, кстати, там будет не такое, а еще и условный оператор, это я тут решил сохранить. Относитесь к этой книжке с подозрением. Человек, который вам говорит рекурсия это вот это, да, он переупрощает, то, что называется oversimplify. Почему? Потому что здесь мы фактически замещаем цикл рекурсии, у нас есть нормальное циклическое вычисление факториала, но мы зачем-то вместо того, чтобы в цикле просто домножать n на n-1, выстраиваем сначала вот эту пирамиду из рекурсивных вызовов, а потом ее схлопываем. бессмысленно. Да, и про это есть кусочек лекции, я если успею в него ткну, а если не успею, я в него ткну, так сказать, теоретически, вы туда посмотрите. Вот. Но идея не в этом. В данном случае это не замещение рекурсии с теком, а наоборот, замещение цикла рекурсии. Если глубина рекурсивного вызова в вашей функции от n кратно n, это плохая негодная рекурсия, потому что вы на самом деле написали цикл. Глубина рекурсивного вызова вашей функции должна быть не больше логарифма от n. И это такой вот критерий. Какое там основание логарифма, это другой вопрос. Но логарифма. Почему так? Потому что нормальные рекурсивные логарифмы делают что? У вас есть там n данных, эти n данных делятся условно пополам, и потом на каждой половинке вы опять что-то делаете. Очевидно, что если у вас было 256 элементов в массиве, и вы сортируете их, ну не знаю, квиксортом, нет, не квиксортом, этим самым, да, мержем, мержем, да, да. Ну то есть тем, что четко делят пополам, да, то у вас вот таких вот делений будет логарифм 2 от 128, то есть 5 штук, глубина рекурсивного вызова мержсорта на 128 элементах 5, а не 128. Вот. И это второй критерий, который надо всегда иметь в виду, когда вы хотите написать что-то рекурсив. Так, замещение рекурсии стеком. Нет, потому что в питоне максимальной глубиной рекурсии тысяча. Тысяч. Ну потому что некоторые любители, да. В общем, почему? Потому что не надо так делать, это тяжелая операция. Да, вот создание всего этого безобразия, потом удаление всего этого безобразия занимает какое-то там изрядное время. И если вы написали это вместо цикла, напишите вместо этого цикла и радуйтесь, у вас будет все работать в 10 раз быстрее. Помимо того, что у вас цикла больше чем на тысячу элементов не получится. Давайте, кстати, попробуем. Всегда же можно попробовать. А, вот у нас есть факториал, да, вот вместо, ну хорошо, не важно. работает. Ой, а почему? А что случилось? Знаете что? Здесь я вижу задранную рекурсию аж до 3000. Как так может быть? Может, это PtPayton шалит? Или это в Python 3 так поправили? Вот кто это сделал? Зачем они это сделали? Скажи, это два. Зачем они это сделали? Хипстеры какие-то пробрались в Python, честное слово. Куда смотрит Гвидо? А, Гвидо теперь так смотрит из-за угла паразит. Вот зачем это? Ну не нужно это. Это был E-Torn. Давайте пробовать в обычный Python. Фу. Нет, это был не Гвидо. Это были творцы PtPayton, которые зачем-то повысили в три раза лимит. Но, тем не менее, это все равно очень такие земные числа. То есть, написать цикл на 1000 или на 3000 элементов, это, в общем, как нифиг делать. Видите, да? Вот тут вот была 1000 плюс какое-то количество уже вызванных. Тут почему-то было 3000. ну, бог им судья. А вот если вы организуете вашу рекурсию, сокращенец подсказывает, не надо делать кривые способы решения задач удобными, иначе ими все будут пользоваться. Exactly. Это одна из идей, которые прям вот Гвида все время с собой таскает. Ну так вот, а вот если ваша рекурсия действительно придерживается логарифмического принципа, глубины вложенности в 1000 вам хватит на сколько данных? Ну, предположим, у нас всего лишь всего лишь двоичное деление, да? Да? А, ну да, нам не нужно просто два в тысячной, да, вы правы. Вот настолько данных, у вас не будет столько данных. Вы даже число это назвать не сможете сейчас. Я тоже не смогу. Поэтому, мне кажется, что этого 1000 там достаточно. Знаете, для чего, на самом деле, вот этого и в C++ и в том же ПТ-Пайтоне завышают вот этот порог? Для того, чтобы всякие жуткие тулкиты использовать, у которых там вот нерекурсивный, обычная глубина вложенности этих функций бесконечно, ну, близко к актуальной бесконечности. Кутэ всякое, вот это все. Вот там действительно может это все закончиться быстро. И это, что касается рекурсии, значит, замещение рекурсии стэком опять пропускаем, который год, потому что, но я хотя бы написал, как это делается. рекурсии, вот. Это называется рекурсия типа 2, но как бы разницы никакой. С точки зрения императивной парадигмы, ну, какая разница, какую функцию вызывается? Все равно это никто не проверяет, пока стэк не кончится. А когда кончится, будет поздно уже проверять. Глубина просто вложенность вызовов, да. Конечно. Это просто глубина, тут про слово рекурсия, кстати, не сказано ничего. А, нет, сказано. Ну, нет, на самом деле нет, конечно. Идея состоит в том, что это просто глубина, это количество вложенных вот этих вот контекстов, которые мы создаем. Все. Вот когда их становится тысяча, питон отваливается. Вы что-то не то делаете, говорит нам, как бы намекает нам питон. Да? Я понимаю, что если мы из одной функции призываем, вот здесь создать две функции, которые попально сделают. Да, 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 рекурсии типа B это называется. Это та же самая тысяча, да. Все так. Я только что ответил именно на этот вопрос, но понятно, что если вы при этом, ну да, в общем, думали о чем-то другом, то можно было и пропустить. Да? Значит, идея стоит в том, что вот этих контекстов будет тысяча максимум. Теперь, собственно, еще одна важная на сегодня тема. Нас остается 20 минут просьбе, как это, не свариваться до конца лекции, потому что тема интересная, сложная и, так сказать, современненькая. Это closure, оно же замыкание. Что такое замыкание? И связано с этим понятие функционала, которое в питоне отсутствует, но которое можно имитировать в питоне. Что такое замыкание? Первое. Вообще-то функция это объект. И этот объект можно изготовить прямо внутри другой функции. Давайте это сделаем. Ну да, скажем, вот, а сейчас я подумаю. Ну, пускай будет функция. х равно а. Реатурн. Нет, не так, не так. х запятая а равняется а. х плюс а. Перетерл. f f. Давайте сначала пытаемся внюхаться, что вообще тут нарисовано. Функция funl, которая возвращает что? Функция она ее тут же определяет и тут же возвращает. Тут в чатике задает вопрос, поскольку его формулировка сама по себе уже неверная, я даже и отвечать на нее не буду, потому что не знаю, как ответить на вопрос, у которого, внутри которого содержатся неверные утверждения. И функция, функция, которая возвращает функцию. Действительно, попробуем. функция вернулась в функцию, вернула функцию. Тут, правда, какая-то у нее в сигнатуре, но это все равно мы этим не пользуемся. Что делает эта функция? Прибавляет к своему параметру вот это самое 123. И правда прибавляет. Как это работает? Ну как, в момент задания функции мы задаем функцию на двухместную. Один параметр обязательный, другой необязательный, но по умолчанию он инициирован вот этим числом 123. И в этот момент значит, ну отлично будет работать эта функция что-то. Funl, скажем, от 1, запятая 1 нам по-другому будет работать, понятно. Не funl, а f. Вот. А нет, тоже так же. А почему? А, потому что от равно, да? Нет. Что я делаю не так? Вы тоже в том, что вы не спорили с 1. А, фу ты, господи, да. Тогда я все сделал неправильно. Тогда я все сделал неправильно и забежал вперед. Конечно, спасибо. Вот тут надо вот, да? Давайте еще раз проверим, что это работает. Да, вот оно теперь работает. это прекрасная функция fun funl. У нее, значит, два параметра, один не обязательный, один обязательный, один не обязательный, по умолчанию он равен, в момент задания он оказался равен раз, два, три, все прекрасно. Функционал, функция, которую мы сами изготовили, на основании каких-то данных и вернули, а потом используем. Очень удобно. мы с этим свойством изготавливать функции из функции встретимся, когда мы будем говорить про декораторы. Тоже такая модная фишка в современном программировании, как современном, лет 10 уже, как в современном. В питоне декораторы на синтактическом уровне поддерживаются, потому что это важный элемент быстрой разработки. С этой картинкой все прекрасно. Давайте ее упростим. И проверим, работает ли вот так. По идее, все должно работать, правда? А что мы? Мы бы даже проще сделали. Да? То есть вот f равно фун, раз, два, три, f от, один. Все как у людей. Все хорошо. Никто не видит подвоха. Вот подсказываю, не здесь, а давай, ну, сейчас. А, к сожалению, тут нельзя. Ну, короче, вот подсказка стояла в том, что мы видели, как контексты создаются, а потом, как они удаляются. Никто не видит подвоха вот в этом задании функции. Да, у нас у а есть проблема. Это локальная переменная функции фунл. По-хорошему, после выхода из функции фунл, имя а пропадает, и у него больше нету референсов, объекта. у объекта. Это не должно работать. Но оно работает. Почему? Потому что при синтактическом анализе самой функции фунл и вложенного определения, в момент анализа синтактика, в момент, когда он парсит, питон видит, что вот здесь вот используется нелокальное имя, так называемое. Мы с вами знаем, а если не знаем, то я сейчас расскажу простую, мы не знаем, я забыл про это рассказать, о том, как питон различает локальные и глобальные переменные. и это простая вещь, связанная с тем, что если, сейчас покажу, если значит переменные не происходят при сваивании, то она может быть глобальной, а если происходит, то она только локальная. То есть питон уже умеет при анализе функций, когда их задаем, определять имена внутри нее. Значит, временно отставим вот эту вот эту проблему и давайте разберемся с тем, как питон определяет локальные или глобальные имена. Значит, здесь все понятно. Имя А абсолютно глобально, потому что оно вообще никак не определено в нашем контексте. И, соответственно, если мы сделаем вот так вот, он говорит, что А нету никакого. А если мы сделаем вот так вот, то сразу все будет работать. Имя глобальное. Более интересная штука. А вот так происходит конфликт конфликт. Питон видит, что происходит присваивание внутри. То есть перебитие имя А начинает указывать на что-то другое. Что бы не происходило того, что мы на первом курсе изучали как побочный эффект функции, помните, да, который меняет глобальные переменные. как только мы пишем что-то типа А равняется раз-два-три, эта штука сразу становится локальной. Понимаете, да? То есть тот факт, что происходит связывание этим именем какого-то выражения, неважно, такое связывание, сякое связывание, какое-то, немедленно причисляет имя А к списку локальных имен. Именно поэтому вот такая функция не работает вообще. Почему связывание есть, это так называемое augmented incrementation, то есть сложение со связыванием. Связывание имени А есть, значит оно локальное, только в тот момент, когда мы собираемся к А прибавить 12, А еще ничего не связывает. И нам об этом пишут. Питон умеет определять ситуации, когда соответствующие переменные локальные. Вот. Если вы хотите поочечайни, чтобы у вас был доступ к глобальным переменам, так и пишите. Вот теперь у нас А будет глобальным. Упс, побочный эффект. Ну и бога ради. Специально прицелился, выстрелил себе в ногу, попал. Главное, чтобы не целившись это не происходило. Ничего сложного. Тут спрашивают, это шэдоинг? Я не знаю, что такое шэдоинг, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Вот. Возможно, речь идет о том, как пространство имен друг друга заслоняют, локальное близкое, глобальное далекое, может быть, не знаю, факт остается факт. Возвращаемся к нашей проблемной функции funl. Значит, с этим вроде все понятно, да? Вот. и точнее к имени а, которая при выходе из функции funl исчезает, но при этом объект, на который ссылалось а, должен существовать для того, чтобы функция ff работала вообще. Давайте поисследуем этот вопрос. f равняется funl от 1, 2, 3, да? dir от funl ничего интересного. dir вот f тоже ничего интересного. А, вот это вот нужно, f.closure. Обратите внимание, что, вернее, не так, поверьте мне на слово, что никакие функции, которые мы создавали с вами до этого, в поле closure не содержали ничего. А вот функция f та самая, которую вот отсюда приехала, которая называлась ff в девичестве. Тут определен контекст, где ее собственно создали. Да? Функция funl в ее локальных именах была создана функция ff. Вот у этой функции, которую мы назвали сейчас именем f, есть не пустое поле closure. вот оно. Это какой-то фактически внутренний объект питона типа цел, но давайте мы его попробуем, он не subscrim ты был, а нет, не это же, а вот это. Да? Вот. Так, давайте мы ее поисследуем. Чего есть у этого, у ячейки типа цел. цел контент есть у нее, о, отлично. Та-дам, добрались. То есть, вот эта красивая, гладенькая, смуф-картинка вообще работает только потому, что питон за нас распарсил обе функции, нашел там нелокальную переменную, это так и называется non-local, сходил к ее объекту, затолкал этот объект в специальное хранилище, которое называется closure, и потом к нему ходит. Выглядит все как маслом намазанное, в действительности там вот такая вот процедура. Это реально так работает, замыкание, то есть использование нелокальных объектов либо работает, либо нет. Если кто адово программировал на C, есть такой термин для C-шных функций, он называется trampoline, это про то же самое. И ваш компилятор может его поддерживать, может нет, в стандарте сей trampoline нету. Такая вот штука. В стандарте питона, разумеется, closure есть, мы его видим прямо сейчас. Если кому-то все еще кажется, что он все понимает, немножко про позднее связывание, и на этом кажется все, потому что в этом месте мозги вытекут не только у меня, но и у вас. Не только у вас, но и у меня. А, нет, давайте так, вытечение мозгов оставим на самый последний кадр. Non-local. Я даже не буду это вбивать при вас, давайте просто поизучаем этот код. Модификатор non-local, в отличие от global, говорит о том, что мы хотим взять вот отсюда x и этот x использовать. Если этот x убрать вот здесь, то у нас анализатор решит, что это локальная переменная, потому что она связывает выражение, ну и соответственно будет все работать не так. Если этот модификатор поставить, то этот x приедет из более внешнего, более внешнего пространства имен. Да. Вот все, что у нас там local указано на автоматический вот этот вот ну системный как речек, который... Клоужер, который? Честно говоря, не знаю. Если вы очень хотите, давайте проверим. Думаю, что одно с другим напрямую не связано. Если этому... А может и связано, ща, давайте попробуем. Ну-ка, f вот 9. Нет, смотрите, да, может быть где-то там внутри оно и было, но необходимости в нем нету. Мы эту функцию подестроили. То есть можно попробовать вот здесь вот сказать ему print g.closure. Так, ну нам пора, кстати, заканчивать, а я хочу еще... А, ну еще целых 5 минут есть. На потекание мозгов хватит, да? да, да, вы правы, смотрите. Тот факт, что мы сходили к этому x, оно являлось нелокальным, привело к заполнению соответствующего места в closure. Так, вытекание мозгов обещано. О, копипастим вот это, потому что времени нету, да? Во что копипастим? Ну, в программу, скажем, на Vime, да, в Vime. Воу. Так, а тут маленькие буквы, вам плохо видно. Так видно лучше. Так, что мы здесь делаем? Мы создаем группу функций, которые что-то прибавляют. Мы берем i, и для каждого i определяем, да, определяем функцию, которая называется adder, которая будет прибавлять это i к x. Очевидно, что это i не локальное, оно выбрано вот отсюда. Нам нет нужды писать модификатор non-local, потому что там не происходит связывание оно у вас. И мы возвращаем целый массив этих adder. Мне кажется, все совершенно очевидно. Хотя здесь есть маленькая трабла. Маленькая такая. Да? Еще раз. Цикл, определение функции. В этой функции мы добавляем циклический, ну как бы целое число из цикла к x, и вот таких функций мы целую пачку формируем. А дальше мы запускаем эту программу и говорим, давай так, это самое, для каждого adder мне, пожалуйста, прибавь к нему единичку. Что мы ожидаем? ожидания. Один, два, три, четыре и так далее. Реальность. Да, будут все одинаковые. Внезапно. Ой. Пояснить проблему. Ну, видимо, и это сборство числа. Видимо, у них общая такая вкложер. Да. Идея состоит в том, что это один и тот же объект, имя и одно. Оно попадает вкложер, когда в момент выхода отсюда, чего оно в этот момент равно? Десяти. надо сделать так, чтобы оно вообще не пропадало в замыкание. В замыкании один и тот же объект. И это происходит то самое, что у нас в теории программирования называется поздним связыванием. Мы обращаемся к этому и в самый последний момент, и тогда оно уже равно десяти. Давайте вообще исключим ситуацию замыкания и напишем просто вот так вот. как мы писали только что в нашей функции. В этом случае что произойдет? При задании функции andr будет взято текущее значение и засунуто в определение функции andr в качестве умолчания. Текущее значение в момент задания функции andr возьмется то самое и, которое в этот момент было, это тот объект, на который и указывал в этот момент. Никакого closure не будет, нам не понадобится, у нас внутри нету использования этого имени, нам не понадобятся нелокальные имена. Поэтому при создании функции andr каждый из этих andr будет добавлять соответствующий объект, и все будет хорошо. При этом давайте поисследуем ради интереса на самом деле я вам соврал, closure разумеется проявляется в момент задания функции, просто в этой функции нету нелокальных имен, поэтому ему closure не нужен, то есть он нужен, но он пустой, он пустой, видите, но он в момент задания функции, то есть вот когда, вот смотрите, вот тут он появляется, вот смотрите, вот, давайте вот даже не так сделаем, а вот так сделаем, да, не только не это, а вот это, в момент ее задания, вот мы ее задали, и если там используется нелокальное имя, будет у вас closure, не используется, будут сплошные ноуны, вот давайте вернем, как было, ой, соврал, что я сделал не так, а, потому что и, и тут x, вот так, да, вот они, замыкание, да, нас не спасет что? если мы внутри внутренний функции, яма, я люблю их нон-локал, оно и так нон-локал, в этом весь смысл, помните, вы в прошлый раз задавали этот вопрос, это поднятая рука или вас уже голова не держится? Ну, я понимаю, да, как бы, я предупреждал, что сегодня будет плотный разговор, потому что я еще добирал долги за прошлый раз, но я, кажется, рассказал все. Сколько у нас будет создана функция? Ну, сколько штук, столько и будет. А с какими у них будут имена? Нет у них имен, на них ссылается вот этот массив. Если вы про имена, как про способ связывания. Если вы про их внутренние какие-то кишочки, то есть, помните, имя в девичестве, то самое, которое я показывал, то они, они, конечно, будут там. Сейчас. Называется... А, тут не будет... Ну, короче, вот, можно вызвать createAdders, да. Вот. Вот. И вон они, эти имена. CreateAdders LocalAdder. Все одинаковые. CreateAdders LocalAdder. Но это такие имена, да. Это воспоминания о том, как эту функцию звали, когда ее создавали. То есть, воспоминания даже не о том, как ее звали, а о том пространстве имен, в котором она была создана. Вот. Имеют значение, конечно, вот эти вот идентификаторы. Они, конечно же, разные, потому что это столько функций, сколько у нас вот таких девов было. Такая вот, такая вот непростая конструкция, вот, которая позволяет, на самом деле, нам жить с вот такими простыми конструкциями, и даже, в общем, не задумываться о том, кто о нас позаботился и откуда берется вот это А. Вопросы? Ну вот, кроме такого простого случая, это просто способ новости? Смотрите, как вам правильно сказать? Ровно за этим. Вы не сможете написать вот такую функцию, вот такую функцию. Любую функцию с нелокальной переменной вы написать не сможете, если нету поддержки трамполайнов, ну или в данном случае это называется замыканий. Как только, как только вы пишете функцию, которая возвращает функцию, да, вот, как правильно тут сказали, декоратор, например, а декоратор это сплошь и рядом, джанга, она состоит из декораторов чуть более, чем полностью. Вот. Так сразу эта проблема, и вы на нее можете, как это, вы, короче, вы можете прострелить в себя ногу не целясь, да, вы можете не заметить вот в этих кишках, вызывающих друг друга функции, ссылку на нелокальное имя, а питон заметит. И кто-то за вас должен эту работу делать. Или кто-то должен вам говорить, что так делать нельзя, что это синтаксически запрещено, как, например, делает компилятор, компилятор Цланг, у которой не поддерживает трамполайнов на Си. Вот. И посылать вас. Одно из двух. Еще вопрос? Люди делают вот так вот. Нервничают уже, все заканчивается. Да, я понимаю, что время, что пора уже заканчивать, конечно. Все, спасибо тогда. Значит, следующий раз у нас, а что у нас следующий раз? Можно, можно? Всегда есть люди, которые задают вопросы после того, как все смолчали на вопрос, но на ответ на вопрос, есть ли еще вопросы. Да. Помните, да, наши правила? Говорить надо так же громко, как и я. Да. Слушай. значение функции берем на вопрос. Можно это по-русу? С нон-локалом? Он довольно простенький. Вот он. Нет, этот сложный. Вот, сейчас, нон-локал, нон-локал. Вот он. Получается, он берет х и значение нон-локалом из f от х. Правильно? Да, смотрите, если бы этого нон-локала не было, тот факт, что х участвует в операции связывания, сделал бы его локальным. Локальным для g. Локальным для g, да. А так он берется из x. А там берется из f, из внешнего вызывающего контекста. Если бы тут не было связывания, он поискал бы его в глобальных именах. А модификатор нон-локал говорит, нет, ищи, пожалуйста, в той функции, внутри которой нас определили. Не вызывающий, я соврал, не вызывающий контекст, а вне... Слушайте, у нас у вас следующая лекция уже через 5 минут. А, у вас нету. Ладно, ладно. Да, 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 матери волнуется, я понимаю. Окей, все, всем спасибо, матери волнуется. Пожалуйста, до свидания.